И у нас заключительная, финальная, московская Наталья Анисина, Москва, Russian Jewish Congress, Museum of Jewish Heritage and Holocaust. Уважаемые коллеги, прежде всего, безусловная благодарность организаторам и вам за то, что вы дождались последнего выступающего. Уважаемые коллеги, прежде всего, большая ответственность заканчивать закрытие конференции. И, безусловно, то, что я хочу сказать, скажу кратко, поскольку наш музей на прошлой конференции был уже представлен, и это делает нам честь, и мы этим очень гордимся. И я хочу сказать, что за этот год у нас есть серьезные подвижения в наших проектах, о которых я вам хочу рассказать. Ну, собственно говоря, здания многие из вас были, видели, и, опять же, не без гордости могу заявить о том, что мы общаемся достаточно плотно со многими сегодняшними выступающими, и вчерашними, то есть со многими участниками конференции. Значит, принцип построения экспозиции музея, она в себя вбирает историю евреев России, историю религии и, собственно говоря, трагедию Холокоста. Верхняя галерея занимает историко-культурное наследие, прекрасный синагогальный зал, документы, касающиеся истории евреев России, и зал Холокоста, в котором, собственно говоря, пойдет речь вообще о деятельности музея. Почему мы говорим о комплексе, почему мы не говорим о трагедии, отдельно взятой, безусловно, потому что, естественно, она не может быть вырвана из контекста. Мы даем эту историю через историю народа. Каким образом у нас идет привлечение посетителей? Я хочу сказать, говорю быстро, да, хочу сказать, что за последние три года рост посетителей увеличился порядка 25%. Для нас эта цифра значительная. Объясню, почему. Собственно говоря, сам комплекс Поклонной горы, он мемориал, сохраняющий память о войне, о Великой Отечественной войне, Второй мировой. И не использовать ресурс этого комплекса было бы достаточно опрометчиво. Поэтому мы в этом году запустили новый проект, проект, который касается истории мировых религий. Собственно говоря, этот предмет был введен в российское образование, называется он «Основы религиозной культуры и светской этики». И школам России предложено выбирать отдельный модуль, по которому они будут изучать религию. Поскольку мы находимся на Поклонной горе, и у нас рядом расположен православный храм и мемориальная мечеть, и, собственно говоря, синагога, мы предложили департаменту образования проект, который будет включать в себя экскурсионную программу по трем этим местам сохранения памяти, по трем объектам религиозным. Я хочу сказать, что в прошлом году этот проект только еще создавался, на сегодняшний день у нас уже осуществлено две трети этого проекта. 75%... То есть, как бы, в чем суть проекта? Мы совершенно, как говорится, за счет средств гранта президентского, которые мы выиграли под этот проект, берем школьников из школ вместе с экскурсоводом, они проезжают по территории Москвы, они говорят о религиях, о мировых религиях, тем самым они не выключают какой-то из модулей, а получают информацию в комплексе. Посещают три здания, и завершается программа у нас в мемориальной синагоге. И почему важно, мы тут говорим не только о религии, это проект рассчитан на детей четвертых классов. Это очень важно, потому что именно с этого возраста мы имеем теперь возможность абсолютно адекватно доносить информацию об истории Холокоста через историю праведников. И, как показывает исследование, то есть на протяжении вот нескольких месяцев, а проект запустили мы с декабря, на протяжении нескольких месяцев мы получаем обратную связь от детей, поскольку они пишут по итогам своих экскурсий какие-то работы в школе, эта работа продолжается у них на местах. Основные впечатления создаются у детей об истории праведников. Это очень показательно. Это дает нам возможность действительно найти те подходы, на которые мы можем опираться в своей работе, изучая историю Холокоста. Это один из моментов экскурсии. Я хочу сказать, что очень важным моментом является проведение мемориальных мероприятий. Мы уже многократно говорили о системе действия музея, о том, что это имеет не только просветительское значение и образовательная функция, и система проведения мемориальных заседаний, посвященной и приуроченных к определенным событиям, дает такую возможность. Эти мероприятия проходят, как правило, с присутствием дипломатических корпусов в тех государствах, которым они посвящены. В 2011 году прошла серия мероприятий, посвященные печальным датам 70-летия Холокоста как раз при Балтийских республиках, Литвы, Латвии и потом Украине и Беларуси. Послы этих государств присутствовали. И кроме того, здесь были не только мемориальные программы 27 января, как раз посол в Латвии Эдгарскую, который присутствует на мемориальном заседании, посвященном 70-летию начала Холокоста в Латвии. Что здесь важно? Здесь не только состоятся протокольные речи, а после или во время заседаний проходит не просто даже не обсуждение, а, наверное, трансляция, передача информации, передача некоторых своих личных историй. И это очень актуально, поскольку на этих заседаниях частыми гостями, в основном даже, как можно сказать, основными гостями являются школьники, студенты, то есть та самая благодатная аудитория, на которую и рассчитана просветительская деятельность нашего музея. Одним из важнейших составляющих является марафон памяти, который проходит в дни Йомшоа и собирает огромное количество действительно. И на протяжении, допустим, последних трех лет я вижу реальную динамику. Я хочу сказать, что это достаточно серьезный труд коллектива научного и музея, и Центра Холокостка, с которым мы тесно сотрудничаем, проводим все эти мероприятия совместно. Действительно, для того, чтобы донести, что такое марафон памяти, в течение всего дня цитной проходит экскурсии, краткометражный для детей. Мы привлекаем, уже сейчас мы привлекаем волонтеров на эти дни, волонтеров из числа студентов и молодых исследователей, которые, собственно, могут объективно донести информацию до своих сверстников. И более того, в эти дни они могут встречаться со свидетелями катастрофы, с пережившими, с ветеранами, с освободителями, с освенцами, с праведниками, которые есть. Значит, ну это быстренько заседание. Один из ключевых проектов Российского юрейского конгресса, чьим структурным подразделением мы являемся, да, вот так, начинаю издалека, проект «Вернуть достоинства». Я хочу сказать, что достаточно тяжело мы раскачивались. Идея замечательная, я думаю, что многие об этом знают, да, это увековечивание мест захоронения, которых действительно осталось бесчисленное множество на территории России, и собрание информации. Мы начинаем работать в архивах, мы поднимаем рассекреченные материалы ЧГК, собираем информацию в Центральный архив, Министерство обороны, Государственный архив. Эти все сведения мы передаем, структурируем, передаем на сайт, и здесь есть один из представителей, который, собственно говоря, этот сайт модерирует. Сайт разбит по областям, каждый из которых постоянно наполняется за счет того, что как только новые документы открываются, а эти документы обрабатываются, информация дается на сайт. Для чего это делается? Конечно, цель проекта – это увековечение мест памяти захоронений. Понятно, что это затратная деятельность, это не только поиск, это не только обозначение, это реально требует больших финансовых затрат, потому что и государственные поддержки в том числе. И в этом году мы уже, то есть за счет того, что эта деятельность развивается, и есть практические результаты, и есть вообще удачный опыт сотрудничества с протестантской общиной России, с фондом «Иванезер», которые в 2011 году мы начали сотрудничать, и результатом этого сотрудничества явилось открытие мемориала в Любавичах. А ровно через год мы уже совместно открыли аллею праведников. Это действительно серьезный шаг. Сейчас открывается мемориал в Брянске, устанавливается память на камень в Нальчике, проходит, то есть как бы определяются места. Если это интересно, я потом подробно назову, в каких конкретных местах сейчас, по каким местам ведется работа. Еще одно из важнейших направлений музея, то есть понятно, что до посетителей мы доносим информацию разными средствами демонстрационными, и один из важнейших является формирование музейной экспозиции. Кроме того, что есть постоянная действующая, созданная еще в 1998 году, и, к нашему сожалению, за это время она не претерпела существенных изменений, хотя, естественно, прогресс идет, жизнь развивается, и мы остро нуждаемся сейчас в ее обновлении, даже не обновлении, сколько в модернизации. Хочу сказать, что в Москве на сегодня создано три еврейских музея, и это замечательно. У нас каждый музей, можно сказать, взаимодополняет друг друга, потому что в каждом есть что посмотреть, и есть зачем туда пойти, собственно говоря. И я хочу сказать, что в нашем музее ключевая идет информация, практически это комментирование. У нас нет свободного посещения самостоятельно, то есть можно специалисту и следователю, безусловно, он может без сопровождения смотреть, но для посетителей разных групп у нас обязательное сопровождение, обязательная экскурсионная программа в сопровождении опытного экскурсовода. И, как уже говорили на пленарном заседании, на первом, о том, что огромное значение имеет личность того, кто с вами работает. Действительно, мы на этом тоже, как говорится, не одну собаку съели, и негативный был опыт. И мы понимаем, что, поскольку число посетителей совершенно из разных стран, из разных городов, а то, что касается Москвы и области, то у нас ежегодно, ежедневно приезжают школьники, и от того, что ты им скажешь этой группе ребят, в конкретный данный момент, то, что они вынесут, с какими мыслями уйдут, это и будет итог, не просто... Это, наверное, смысл действительно нашей деятельности, потому что здесь личная ответственность и ответственность за каждое твое слово очень важна, и мы настраиваем на это тех людей, которые приходят к нам работать, и тех волонтеров, которые с нами сотрудничают. Я очень быстро сейчас вернусь, ну, как говорится, к подтверждению своих слов. Хочется отметить, что отзывы наших посетителей, то есть детей, школьников, которые побывали в музее, и это явилось для многих из них стимулом к изучению данной тематики, но не в узком ее смысле. То есть, как бы, даже Холокост рассматривается с точки зрения общечеловеческой трагедии, с точки зрения глобальной деморализации общества. И на сегодня этот... То есть, конечно, хотелось бы пройти по нашей экспозиции и рассказать о всех ее категориях, каким образом, на какую возрастную группу или на какую группу по интересам это может быть направлено. Условно говоря, когда к нам приходит группа, допустим, из медицинского вуза или педагоги-психологи, мы, конечно, можем говорить о Сабине Шпидрайн, о теории, которую она создала, докогнитивом диссонансе. И это уже интересно людям. Они рассматривают трагедию Холокоста в другом аспекте. Они понимают, что в любой профессиональной деятельности через эту трагедию можно очень многие факторы рассмотреть. Я прочитаю лишь некоторые отзывы. У меня ученицы 10 класса очень плохие знания по истории, так как этот предмет никогда не вызывал у меня интереса. Но после посещения вашего музея мое мнение изменилось. Я выражаю вам сердечную благодарность и верю, что это поможет в моей дальнейшей жизни. Для нас это бесценные отзывы. То есть, как бы я в некоторые моменты это хочу сказать. Причем, это не единичный случай. Да, и, конечно, есть отзывы. За три года изучая книгу, а мы регулярно проходим, то есть каждый месяц мы собираем отзывы, мы выписываем адреса людей, которые оставляют. Если человек оставляет отзыв, и мы говорим, если вы оставляете свой контактный адрес электронный, то, значит, вы собираетесь дальше с нами общаться. То есть они получают информационную рассылку о деятельности нашего музея. Таким образом, мы собираем базу наших посетителей, которые являются, если москвичи или близкоподживущие, и могут приезжать на наши тематические мероприятия. Причем здесь идет тесный диалог с нашими посетителями по переписке, и мы выявляем интересы, поскольку есть масса направлений. В этом году у нас состоялось замечательное, на мой взгляд, тематическое заседание, посвященное делу врачей. И когда говорили, что оно никак не может быть связано с Холокостом, отнюдь, не все мы привязываем, так сказать, как к одной узкой... Нельзя рассматривать эту проблему Холокоста в каком-то одном узком направлении. И действительно, за счет того, что идет выявление интересов наших посетителей, мы имеем возможность формировать не только, так сказать, клиентскую базу, может быть, грубо сказано, но тем не менее так оно и есть, мы имеем возможность действительно соответствовать тем запросам, которые от нас ждут. Это то, что я говорила о иудео-христианском диалоге, комплекс в Любавичах. Что характерно, здесь не только вообще, то есть как это все рождается. Люди изначально, вот вы не поверите, изначально люди приходят на экскурсию. Очень много мы находим своих дальнейших партнеров именно с того момента, когда они приходят на экскурсию. Ровно это случилось и с общинами протестантскими. У них в школах богословия есть раздел, где они изучают еврейскую тематику. Они ходят в синагоги и уже, наверное, на протяжении вот нескольких последних лет в основном не одна только, не одна школа, не только фонд Иванызера, а достаточно много протестантских школ приходят сюда. Кроме того, кроме вот постоянно действующей экспозиции, о которой я хочу сказать, да, есть еще направление, которое было в прошлом году совместно с Едвашем. В общем, первый этап прошел, это эстафета памяти. И за счет того, что была проделана определенная работа российским и юридским конгрессом в регионах прежде всего, за первый этап было собрано более двух с половиной тысяч имен. И что здесь характерно? Как появляются опять же имена? То есть как бы наша деятельность не только внутри музея, но и за ее пределами является определенным стимулом для того, чтобы мы могли выявлять имена не только жертв, но и праведников. Но сегодня, если мы посмотрим статистику, обращаясь опять же к той же Википедии, может быть, да, или к другим источникам, мы можем посмотреть статистику праведников и, к сожалению, констатировать, что в России на огромной территории не такая большая цифра. И тем не менее, это не значит, что их было мало. Это значит, что о них просто не знают. И я хочу сказать, что последний, наверное, свежий пример, я думаю, что в украинской статистике добавится еще один праведник, праведница, вернее. Я думаю, что, наверное, уже вопрос даже об этом решен. Не так давно, буквально вот в течение нескольких месяцев, когда, ну, нескольких месяцев, когда удалось собрать документы и отдать в Едвашем, один из посетителей, как история, да, один из наших посетителей, которого мы нашли в еврейской организации, ветеранов, мы выезжаем к ним с лекциями, мы рассказываем о деятельности музея, мы устраиваем встречи со школьниками. И вот так вот инсайд произошел у одного пожилого человека, который воспитывался бабушкой с дедушкой, сейчас ему немножко, немного за 70, в 41 году ему было год и 9 месяцев, он знал только, что его было свидетельство об усыновлении, дедушку с бабушкой воспитывали в Москве. После того, как он встретился с нашими школьниками, когда он посетил наш музей, он стал перебирать старые документы, он как бы вот что-то навеяло, что-то нашло. 70 лет человеку больше, никогда как бы не волновал этот вопрос, особо не зацикливался. Он находит совершенно случайно выпадает, ну вот так случилось, да, действительно, выпадает автобиография его отца. Выпадает автобиография отца, которая написана собственноручно. Это настоящий шок. Он помнит, это фамилия этого человека Маркович, сейчас я просто автобиографию покажу. и он начинает читать, он понимает, что отец был военным врачом в местечке Дашево, Украина. Вот, он едет в это местечко Дашево, то есть, и он находит, я быстро рассказываю, находит сельского, главу поселкового совета, пытается выяснить, какие-то, поднять какие-то архивы. И, кстати, в Винницком архиве ему активно помогает сотрудник, заместитель директора, по-моему, я сейчас боюсь ошибиться, чтобы не точно назвать имена, поскольку лично они знакомы. Смысл в том, что человек раскапывает свою историю, буквально за несколько месяцев у него действительно наступает шок. В чем заключается смысл истории? Отец военный врач, мать ушла в подполье, его передавали, то есть как бы передавали с рук на руки, в итоге ребенка бросили в поле. Эту историю в Дашеве хорошо знают. И пастух, который мальчишкой был тогда, ему там было лет 10, он находит этого ребенка в поле. Этот пастух жив до сих пор. И вы понимаете, когда приезжает наш Олег Ефимович в Дашево, и после с главой поселкового совета идут по улице, это его отец, это его мать, и я потом вот этот на кадрах, это тот мальчишка, которому было 10 лет. Он его узнал, нашел ребенок, он его отдал украинской женщине, жила которая на окраине, она его, весь период оккупации, он жил у нее. Более того, сейчас, когда он ездил туда на 9 мая, он сказал, что он нашел соседку этой женщины, которая его спасала. То есть на сегодняшний день уже собраны данные, записаны со слов местных жителей, найдены документы, найдена фотография, когда возник вопрос о том, что на самом деле, а был ли он в оккупации, сам этот ребенок, либо он с дедушкой, с бабушкой был в весь период оккупации в Москве, тем не менее, найдены документы, подтверждающие и свидетельские показания, что он там находился. То есть, вот абсолютно, реальная история, которых может быть гораздо больше. Это я к тому, что на самом деле трудно переоценить то, что мы делаем. И в конечном итоге, в завершении, хочу действительно от души поблагодарить наших молодых исследователей, от выступлений которых я получила огромное удовольствие, потому что я надеюсь, я верю, что мы музейные работники, да, и вообще все, кто работает в этом направлении, наши соратники, единомышленники, что мы так или иначе все-таки, может быть, послужили каким-то стимулом к тому, чтобы вы продолжали заниматься этой темой. И я думаю, что сегодняшние наши выступающие отметили, да, эту инициативность, эту открытость, эту легкость, может быть, с которой молодые люди врываются в эту тему. Я вам искренне благодарна. Спасибо огромное, коллеги. Спасибо большое. Спасибо большое.